В настоящее время арифметика маршрутного сообщения города такова. Каждый день в часы пик по заданным маршрутам курсируют 114 автобусов, 53 троллейбуса и 250 таксичек. Глядя на эти цифры, не верится, что порой пассажиры стоят на остановках по 20 минут, ожидая свой транспорт. Как правило, в этой ситуации в дело вступает его величество случай. Внезапные поломки, аварии, наконец, долгая продажа талонов. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня в Брест-Гор-Трансе уже сделаны первые шаги в решении этой проблемы. В настоящий момент весь подвижной состав автобусного парка и троллейбусного парка и маршрутов экспрессного сообщения оборудован системой GPS-навигации. То есть это говорит о том, что в автобусном парке, в троллейбусном парке и у нас, как у оператора перевозок, есть диспетчерская система диспетчерского управления. И все данные, которые попадают непосредственно от городских автобусных маршрутов через данные GPS-навигации, они генерируются и поступают в дальнейшем непосредственно в сам центр диспетчерского управления. Благодаря данным диспетчер видит, по какой причине и где задержался тот или иной транспорт. Более того, в планах у транспортников сделать эту информацию прозрачной и для пассажиров. Первый пример такой практики можно увидеть на остановочном пункте Брестская городская больница, где расположена таблица с расписанием маршрутных такси. У нас диспетчерского сущного сидит на работе, отслеживает работу маршрутов экспрессного сообщения. Смотрим, чтобы все рейсы выполнялись. В настоящий момент сделали утреннее и вечернее расписание. Будем в перспективе размещать на конечных остановочных пунктах. Пассажир в последующем мог прийти на остановку и посмотреть, сколько будет маршрутка через какое-то время подойдет к нам. В планах у транспортников сделать эту систему электронной. Расписание транспорта будет меняться в зависимости от данных диспетчера. Это позволит пассажиру точно знать, когда приедет тот или иной транспорт. Однако все зависит от финансирования проекта. Впрочем, как и еще одна разработанная идея, а именно автоматизированная система оплаты и контроля проезда. Согласно ей, на каждую дверь в автобусе или троллейбусе устанавливаются два электронных устройства – валидатор и компостер. К первому прикладывается карточка, которая оплачивает проезд. Если вы по старинке зашли в салон транспорта с талоном, то его необходимо приложить к электронному компостеру, который выбьет на талоне дату, время и маршрут. В плюсах этой системы – это именно то, что все данные, которые поступают от количества поездок, оно генерируется у водителя, и в дальнейшем информация поступает в диспетчерский центр, то есть в центр управления. Здесь возможно увидеть пассажиропотоки на маршруте в тот или иной промежуток времени, увидеть объемы перевозок пассажиров в утренний час пик именно по какому-то определенному маршруту и в дальнейшем совместно со службами движения отработать оптимальный маршрут. Сегодня автоматизированная система оплаты и контроля проезда в Бресте в концептуальном и техническом плане полностью готова. Остается вопрос финансирования. По словам директора Брест-Гуртранса, для внедрения проекта могут быть использованы как деньги из бюджета, так и компаний-спонсоров. Также возможно участие Евросоюза в рамках трансграничного сотрудничества. Если деньги все же найдутся, новый проект значительно улучшит работу маршрутного сообщения в городе.